В этом фильме Бельгий Каган – ровесник тебе. Хочешь ли ты с ним дружить? Друзья, я Бельгий Каган. Я правитель второго государства Гёктюркёв. Благодаря своим походам и достижениям и занял своё место среди незабываемых правителей турецкой истории. Я посвятил свой возраст с помощью надписи Тёктюрк. Меня называют турецким мудрый Каган, который был на небесах как бог. Вы хотите узнать меня? Я родился в 683 году в Китае, в районе горы Чугай-Усу. Я вырос у подножия этих величественных гор под глубоким синим небом, вдыхая свежий воздух. Значение моего имени Бельге – мудрец, знающий, воспитан, зрелый, примерный человек. Всю свою жизнь я прожил достойно своего имени. Мой отец Ильдерис Кутлук Каган, который восстановил государство Гёктюрк, а моя мать Ильбельге Хатун известны своей находчивостью. Мы были двумя братьями. Моего брата зовут Кюльтегин. Когда я потерял отца, когда мне было всего 8 лет, я вырос со своим дядей Капканом Каганом. Мой дядя уделял большое внимание моему образованию. Он привёл меня на многие важные должности. Мы вместе совершили бесчисленное количество поездов. Благодаря своим успехам в этих экспедициях, я за короткое время занял прошлые позиции на государственном уровне. Ребята, я думаю, у всех у вас есть цели, о которых вы мечтаете, которые вы хотите достичь. В вашем возрасте у меня тоже были свои мечты. Я мечтал стать правителем своего государства. После того, как я стал правителем, я хотел расширить свои границы, править людьми, живущими в моей стране, со справедливостью, процветанием и единственным. Когда в календарных листах был указан 716 год, мне было 32 года, и я стал четвёртым правителем государства Гёктюрк. Так началось мое правление, которое продлилось 24 года. Моей первой задачей было создать хороший менеджмент. Для этого я назначил Тоню Кука, чьим знанием и опытом доверию на должность в кизире, а моего брата Кюля Тегина, командующим армией. Оба были лучшими в своей области в моей стране. Я знал, что чем более умелыми будут люди, которые будут с вами, когда вы будете управлять государством, тем успешнее будет ваша администрация. Не думайте, что такая ситуация актуальна только в управлении страны. Ладно, ребята? Помните, ваш выбор друзей всегда очень важен. Ваши друзья, знания и культура, в которых вы верите, с которыми вы можете поговорить и поладить, будут продвигать вас вперёд на протяжении всей своей жизни. И, конечно же, вы тоже. До моего правления мой народ потерпел поражение во многих войнах, и каждый был просеян по одном направлении. Моей первой задачей было собрать вместе моих людей, потому что вместе мы были сильны. И этого никогда не забывал. Советую не забывать. Как только я стал гаганом, я впервые начал практиковать наши обычаи. Дети, наши обычаи важны. Обычаи – это совокупность поведения и образа жизни, правил и общих привычек, принятых в обществе. Я хотел бы, чтобы вы подумали о своей школе, чтобы лучше вам этого объяснить. Примером этого является то, что ваше проведение в школе находится в рамках определенных правил. Так же, как вы живёте вместе, счастливо со своими друзьями, соответствует с правилами нашей школы. И таким же образом пытался сделать это доминирующим в моей стране. Целем я решил сразиться с китайцами, которые были давним соперником моего государства. В этот момент вмещался мой визирь Тони Кук. Я уже говорил вам, как важно работать с компетентными людьми и заводить друзей. Послушавшим советы Тони Кука, я отказался от экспозиции в Китай, который планировал организовать и установил с ними хорошие отношения. Я восстановил единство государства Гёктюр. Всего моего правления и также прилагал усилия для экономического, социального и культурного развития моей страны. Многие надписи, такие как надпись ОНГИН, АЛТУНТАМГАН, ТАРКАН, ТОНЬКУК, КУЛЬТИГИН были возникнуты во время моего периода. Таким образом, я стал посредником в передоставлении первых образцов турецкой литературы. Мой совет содержится в надписи БИКИ КАГАН, которую воспитает для меня мой любимый сын Тингри Каган после моей смерти. Это одна из старейших надписей на турецком языке, написанная на языке Гёктюр. Если однажды вы пройдете мимо реки Орхон в Монголии, вы можете увидеть все надписи, которые я упомянул. Это сделает мне по-настоящему счастливым. Теперь я хотел бы объяснить вам несколько из этих советов. Украшение ума – это язык. Украшение языка – это слово. Украшение человека – лицо. Украшение лица – глаз. Мужчина говорит свое слово языком. Если его слово хорошее, его лицо сияет. В этом заявлении я говорил о важности того, чтобы наши мысли передавались друг к другу через наши слова, и следовательно, о важности того, чтобы наши слова были красивыми. Все, мои младшие братья и сестры, племянники и сыновья, слушайте мои слова хорошо. Кто сможет расправиться с турками после их крепкого объединения? В этом заявлении я говорил о важности единства и успеха. Я определил турецкие законы в соответствии со своим периодом. Теперь, когда я думаю об этом, эти слова по-прежнему актуальны, и сегодня я думаю, что они будут полезны и для вас. Ложь запрещена. Просящим о помощи руки не поднимают. Женщин и детей не бьют. Не берут в плен. На турецкой родине не должно быть бедности. Эти надписи, известные как Орхон или Гёктюр, представляют собой произведения, описанные гёктюрками с использованием орхонского альфавита, которые являются самым старым известным алфавитом турок. Надпись ещё называют «Вечные камни», с надеждой, что эти памятники останутся навсегда. Дорогие дети! На протяжении всей истории люди всегда хотели быть лидерами. Конечно, не всем удавалось быть лидером. На мой взгляд, мы можем быть настоящим лидером, которого любят и уважают за его справедливость, единство и доброжелательность. Даже в нашем доме, в школе, в квартире и на улице. Думаю, у всех вас есть лидерский дух. Любой, кто обладает лидерским духом, имеет шанс стать сильным лидером лучше в себя. Желаю вам быть справедливыми, объединяющими и полезными на протяжении всей жизни. Приветствую вас с любовью!